В концертный зал имени Ухтомского когда-то гордость города железнодорожников сегодня похож на архитектурного маргинала. Бетонные колонны теряют штукатурку, вода с крыши размывает кирпичную кладку. Облицовка главного портика рассыпалась. Когда-то к гармоничному облику в духе советского ампира Рузаевцы смогли добавить только уродливую пластиковую дверь. Зато не дует. Состояние очень плачевное. Приходили к нам и другие организации, смотрели, что сказали, что по Мордовии. Вообще они не встречали еще такой разрухи. Сначала закрыли концертный зал. Стало понятно, что декоративные гипсовые плиты с потолка могут упасть на зрителей или артистов в любой момент. Потом перестало работать зал для репетиций. Здесь пол провалился. А затем закрыли и главное фойе. Дольше всех держались музыкальные и танцевальные кружки. Но и они не смогли работать в таких условиях. Здесь у нас сотрудников никого нет. Так как капитальный ремонт, строители нам запретили здесь находиться с сотрудниками. Репетиции здесь не проводятся. Глава нам дал новое, вернее, бывшее училище 24-й, где мы сейчас находимся без возмездного пользования. Нам дали двухэтажное здание, где все сотрудники у меня. Семь лет назад в Рузаевке началась эпопея с ремонтом клуба имени Ухтомского. Сначала меняли водопровод, потом отопление. Потом пытались привести в порядок интерьер, но крыша по-прежнему протекала. И все труды пропали. Нам не везет с подрядчиками. Вот компания последняя, которая сейчас здесь работала, из которой, наверное, придется уже разрывать контракт. Вот она, вот сейчас мы находимся, они собирают оборудование, они пришли. В контракте был прописан, проторговали его на 10 миллионов. А эти люди приходят, за ними нет денег. Если приходит серьезный подрядчик, у которого есть опыт работы по таким учреждениям, то это да. Но у нас, к сожалению, вот это беда. Это надо признать. Заместитель мэра Рузаевки признается, исторический памятник сносить и возводить на его месте наводил, никто в мэрии не собирается. Несмотря на намеки строителей, что так будет дешевле. Ведь это был один из наказов местных жителей. Государственный контракт на капитальный ремонт предусматривает сохранение всего этого богатства, пусть и изрядно обветшавшего. Цена вопроса – 151 миллион рублей. Региональный бюджет начал финансировать проект, но денег было мало. Президент России из личного резервного фонда выделил 55 миллионов на капремонт клуба. Когда стали вскрывать и смотреть, там же есть подвальное помещение большое, когда уже стали конкретно там вскрывать потолочные перекрытия и так далее, возникают такие непредвиденные работы. Может быть. Но вот общая смета, на которую проведена экспертиза, составляет 151 миллион рублей. 10 миллионов рублей – это вот на которые мы проводили конкурс. Это деньги республиканские, на них только часть работы должна была выполниться, но подрядчик не осилил, не смог. Он вовремя не уложился. Теперь клуб имени Ухтомского ждет новый тендер на капремонт. По оценкам экспертов, если его выиграет не компания «Однодневка», а профессиональные реставраторы, то на возрождение здания уйдет минимум год-полтора. Только при таком кропотливом подходе удастся сберечь все это архитектурное богатство. Юлия Парунова, Павел Толобаев. Наши новости из Рузаевки.